Акция «Поддержи своего ребенка» прошла сегодня в Центре медицины катастроф. Врачам центральных районных больниц и специалистам роддомов региона вручали детские удерживающие кресла и рассказывали, как важно убеждать рожениц и их мужей заботиться о безопасности малышей с первого дня жизни. За шесть месяцев текущего года на дорогах региона произошло 92 ДТП с участием детей. Пострадали 103 ребенка. Многие из них не были пристегнуты или перевозились вне детского удерживающего кресла. Сотрудники ГИБДД уверены, что объяснять необходимость покупки устройств в безопасности можно только комплексно воздействуя, положительным примером и карательными санкциями. Штраф однозначно с 1 сентября до 1000 рублей будет повышен. А в дальнейшем это будет отправлено на рассмотрение наших соответственно законодательных органов. Будем уже ждать. Мы считаем, что только эта мера, в части касающейся штрафа в 5000 рублей, возможно, как-то сподвинет родителей более интенсивно покупать детское удерживающее устройство. Врачи роддомов поделились своим опытом проведения разъяснительных бесед с молодыми мамочками. Провели аналогию ремня безопасности с бандажом, который носит беременная. Матерей нужно стимулировать соображение безопасности. Пока мамочка носит ребенка в очреве, она для него и транспортный кювес, она для него и детское удерживающее устройство, она для него все. Но когда мать и ребенок разъединяются, ребенок становится порой беззащитен. Поэтому мать продолжает делать все для безопасности своего ребенка, пока он не вырастет. Первый путь из роддома должен быть безопасным. Поэтому детские удерживающие устройства, подаренные врачам, установят в машинах скорой помощи. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.